На прошлой неделе губернатор Ульяновской области Алексей Русских вместе с представителями правительства и бизнеса работал в Республике Беларусь и в Брестской области. С ответным визитом делегация первого региона во главе с заместителем председателя Брестского облсполкома Дмитрием Городецким прилетела в город на Волге. В планах осмотреть передовые предприятия области. Кроме того, наша делегация приняла участие в закупочной сессии автокомпонентов на базе Центра развития промышленности. В зале были представлены как российские, так и белорусские производители. Официальную часть открыли губернатор Алексей Русских и Дмитрий Городецкий. Мы такую сессию провели в первый раз. Предприятие было очень масштабным. Я очень рад, что оно оказалось восстревованным как для региональных предприятий, так и для крупнейших российских автопроизводителей. В этом году в нашей закупочной сессии принимают участие более 100 компаний. Среди них гордость российской экономики такие компании, как АвтоВАЗ, Группа ГАЗ, КАМАЗ, УАЗ, СИМАЗ, Ульяновский моторный завод, Россельмаш и РЖД. Убежден, что наше мероприятие поможет им найти новые заказы, загрузить работы производственной площадки, обеспечить стабильность на производстве. Это прекрасный статус для наращивания производственных мощностей, повышения заработных плат и создания новых рабочих мест. Совсем недавно мы выбыли у нас в гостях и благодаря этому приглашению мы оперативно собрались, прибыли на эту закупочную сессию. Я хочу поблагодарить за хорошую насыщенную программу. Вместе с нами прибыло десяток наших предприятий Брестской области, которые также работают в сфере производства автокомпонентов. Это и жутовая продукция, это и детали для автопрома, которые литейное производство занимается, это и аккумуляторные батареи, это электролампы и другие. Я думаю, что в процессе вот сегодня коммуникации, общения, контактов, уверен просто, что найдутся взаимные интересы, найдутся точки соприкосновения и я думаю, что завяжутся партнерские отношения. Одним из первых заводов стал Ульяновский автодом. На рынке они более 15 лет. В производстве используют новейшие материалы и технологии. Выпускают порядка тысячи машин в месяц. Перенимать опыт производства и делиться своим готовы Брещане. Я думаю, что этот визит поможет нам еще поплотнее поработать, в том числе и по производству автокомпонентов, потому что у нас представлены предприятия, которые тоже могут предложить свою продукцию. И как говорят наши президенты и наш президент Александр Григорьевич, что может быть, кстати было отмечено в том числе на встрече, что может быть не стоит разрабатывать и постигать новые компетенции, а лучше воспользоваться уже существующими компетенциями друг друга и направить эти компетенции во благо развития нашей государства. Основная цель визита это налаживание кооперационных связей. Значит, заинтересованы мы в автокомпонентах, потому что есть у нас подобные предприятия, как у вас в Ульяновской области, которые занимаются производством спецтехники, автотехники. И мы бы хотели бы наладить вот эти кооперационные связи, чтобы собирать в том числе ваши российские бренды авто у нас в Бресте, Брестской области. Есть технические возможности, есть компетенции, я думаю, что все должно получиться у нас. Мы вчера посетили одно предприятие «Автодом», значит, заинтересовались производством спецтехники, скажем так, есть задумка у нас тоже по Бресту тоже организовать вот эту спецтехнику на базе УАЗа. В частности, в партнерстве с предприятиями Ульяновской области заинтересованы открытое акционерное общество «Пружанский завод радиодеталей», «Цветотрон», «Кобрин Агромаш», «Брестский электроламповый завод», «Брестмаш», а также общество с ограниченной ответственностью «Зубр Энерджи» и «Аккумуляторный альянс», филиал закрытого акционерного общества «Атлант», «Барановический станкостроительный завод». Программа предусматривает посещение различных предприятий и портовая особоэкономическая зона Ульяновск. Акцент сделан на налаживании более тесных экономических связей. В первую очередь, в сфере промышленности.